Есть такой термин, как национальный коряк, что это такое, а где эти точки, а как мы собираем эти впечатления? На самом деле, это длинность того, чем опасного, прям скажу. Секрет только в том, что мы запоминаем впечатления, это некая точка в пространстве и времени, где включились два и больше наших органов чувств. Здесь вот приведены примеры, где такие моменты люди больше всего вспоминают. Это на самом деле данные нашего огромного исследования, где мы проводили исследование сети тысяч туристов, какие моменты им уходят, и поняли, что они уходят в моменты, где у них включаются несколько органов чувств, потому что наш мозг так устроен, он нам там, ну самый простой пример, почему мы все любим отдыхать на море. Там включается, находясь на море, и вот он чувствует, первый, это тактильный, мы ходим до сих пор, мы чувствуем температуру, мы чувствуем, ходим босиком, и чувствуем фактуру камня, и скратио обои. Второй, это сам, третий, это звук, да, мы слышим море, мы чувствуем его запах, и в этот момент, почему мы так этого хотим, потому что психоатические и психо-физиологические, и мы становимся таким образом, чтобы в этот момент в нашей голове трудиться якорь. Все, это якорь. И вот такие эмоциональные гидаря, когда мы говорим о том, проектированные туризмы, их можно и нужно проектировать, для этого есть документы, я чуть позже попробую, подробнее чуть о нем скажу, сделать акту этой местности и расставить эти точки, где человек, что он слышит, что он чувствует, что он будет увидеть, как, чего он будет касаться, если мы таким образом подходим к проектированию объекта, или маршрута, или туры, то нам не нужно будет вкладывать маркетинга, потому что продукт будет продавать себя совершенно сам, потому что люди будут о нем рассказывать, будут передавать вот эти моменты, это проверено, на самом деле, уже нами на нескольких самых разных территориях, если таким образом подходить к проектированию проекта, то успех очень быстрее подходит, который он абсолютно гарантирован. Итак, возвращаемся к тому, что такое идентичность и почему это важно. Идентичность – это смысл территории, это то, что важно для местных жителей, имеет поражение в продукт, в неком продукте, уже в ином бизнесе, но безусловно имеет потенциал для масштабирования этого бизнеса. И третий, он действительно, если смотреть за ним, он действительно уникален. Какие есть конкретные моменты для того, чтобы идентичность найти? Первое – это, так или иначе, обсуждать глубинную трубу местных жителей, и спрашивать, что нам нужно понять, в чем главный смысл, ценность или уникальность территории для тех людей, которые на них не живут. Можно это делать вопросами, да, в количестве, можно делать глубинные интервью. Ну, я всегда за второй вариант, потому что это всегда, во-первых, очень интересно, приятно общаться с людьми, которые любят свою территорию, во-вторых, можно достать много инсайтов, каких-то идей. А второе – это мы помним, что нам нужно понять, как уже идентичность выражена, поэтому нужно закартировать, собрать базу данных о том продукте, который уже сейчас есть. Какие есть точки питания, какая там бухня, как в точках проживания, может быть, в интерьерах, может быть, в позиционировании, в названиях, в каких-то, не знаю, продуктах, выраженные какие-то смыслы территории, что есть и сувенировать, про что они говорят. На самом деле, когда собираешь эти точки, эти смыслы, через какое-то достаточно короткое время, ты понимаешь, что их не так много, их там, может быть, 3-4, но так или иначе, они группируются в какие-то блоки. Ну и третий пункт, что нужно посмотреть, а как вот этот взгляд изменить, или оценка конкурентов, или бенчмаркинг, в чем здесь идея? В том, чтобы посмотреть, вот мы хотим спроектировать объект, предположим, базу, или любой другой объект, посмотреть, а как это уже сделано на похожих территориях, или на похожих объектах, какую идентичность, и через какие инструменты они выражают. А когда мы увеличиваем свою насмотренность, нам проще объективно и как-то более реально смотреть на то, что у нас есть на территории. Это достаточно простые инструменты, которые, ну, наверное, команде можно взять на вооружение в ближайшую неделю, пока вы будете окружаться на территориях. А второй пункт, это, собственно, целевая территория. Мы помним, что нам нужно понимать два своих потребностей, нам нужно понять, а что же, собственно, они хотят. И для того, чтобы понять, что они хотят, нам нужно, конечно, сначала понять, кто они. И есть определенные чек-листы, я два слова сейчас на них скажу, о том, что нам нужно знать о людях, которые приезжают на территорию. Прежде чем понятно, что мы создаем новый объект, но этот новый объект, он все равно будет внутри регионального контекста. Мы не создаем здесь какой-то дистинный ленд, пока, да, мы как-то иначе хотим, чтобы там была идентичность, поэтому объект, он все равно будет вписан в ту туристическую, рекреационную среду, которая в регион уже создалась. Поэтому нам он будет дополнением, особенно на первых стадиях, пока мы будем выводить его на рынок, пока мы будем про него рассказывать и так далее, он будет счастью уже сложившегося пользовательского пути и позиционирования региона. Поэтому что нам нужно, что нам важно? Нам важно понять, кто сейчас в регионах есть. Вот кто эти люди, зачем они, почему они делают, что они покупают, что они хотят. И потом понять, кто на нашем объекте еще сможет приехать, но это можно будет сделать только тогда, когда мы найдем идентичность. То есть бесполезно опрашивать у горнолыжников, если у нас тундра, да, горнолыжники сюда не подъедут. Вот, поэтому нам нужно сформулировать нашу идентичность, про что мы будем говорить и подумать, каким еще людям, кроме тех, которые сюда едут, может быть это интересно. Ну и чуть подробно я скажу про другие моменты, почему это важно и почему этот инструмент так классно работает. Итак, первое, что нам нужно знать о людях, которые сюда едут. Здесь есть довольно много статистической информации, но есть один важный, довольно качественный вопрос, из которого мы ничего не поймем. Первое, по возрасту, деятельности, что это такое? Это общая связь, да, мы имеем дело с молодежью, с людьми постарше, из этого мы сразу можем сделать предположение об их ценностях и о том, какие аспекты там для них важны. Чем они упрекаются и как путешествуют? Вот последний вопрос, второй вопрос, как путешествуют? Это особенно важен, почему? Потому что отсюда мы можем узнать, во-первых, это люди, которые приедут, это самостоятельные туристы, либо они привыкли отдыхать в руках, и собственно говоря, куда они ездят, какой стиль путешествия они предпочитают. Они ездят в целом, да, они ездят, не знаю, по культурным объектам, либо им нужно экстримировать какой-нибудь, или кругосветвое путешествие. Это совершенно разные люди, у которых разные потребности. Но самое главное, на самом деле, это вопрос, как мотивация поездки. Это довольно сложная история, которая сложно, да, сказать, количественными опросами, поэтому я говорю всегда о том, что нужно лучше поговорить, либо не лично. Что это такое? Это история про то, что мы ищем. Вот какую эмоцию они хотят ввести? Они хотят познакомиться с чем-то новым, или они хотят, например, с новой культурой. Или им нужен, например, новый опыт, им вообще все равно какая-то услуга, им нужно про все забыть и выключиться на две дня. Или они уже так много все увидели, что их много не будут удивить, а они просто реакционируют. Например, северные эмоции. И тогда их вот эта глубинная мотивация, что же они хотят здесь, будет той самой причиной, через которую мы сможем им продать, и, собственно, понять, что же нам нужно построить, и какой объект нам нужно создать. Их ожидания, в чем разница здесь? Мотивация, это такая, знаете, какая-то глубокая личностная история, она такая, ну, как это, про какие-то смыслы, про идеи, про их желания. Ожидания здесь более конкретная и приземленная история, то есть проживать они хотят, не знаю, в двухместном номере, или могут многоместных, в трехместном, в четырехместном, и им нет, не принципиально. Какой уровень им проживания? В питании они предпочитают локальный флуг, или готовы питаться какой-то более простой стоить? Хотят ли они много активностей? И им важно, чтобы была большая смена? Либо они хотят только слышать экскурсии? Что им интересно? Хотят ли они пообщаться с местными жителями? Или они готовы просто пройтись по музею? Здесь уже более какие-то прикладные моменты, которые нам нужны будут, опять-таки, для того, чтобы в объекте, когда в нашем, это образит. Так, прошу прощения. Где можно пробрать информацию? Здесь все достаточно просто. Это стандартный подход для любого ответственного исследования. Если уже на территории есть люди, которые вместе работают, это могут быть самые разные предприниматели. Классно было бы иметь, ну, не воздух, а попросить какие-то данные об их куриста. Какие-то, может быть, анкеты-метали, или уже есть портреты, или есть какая-то статистика. Если этого прошло мне, здесь такое, малый вариант, это точно еще есть, можно определенным образом эти люди найти, и привести анкет, и глубокие опросы через фотосети, через рассылки, здесь технические комплименты. Достаточно много. Люди, которые таркетируют, по переверну, что они здесь не были, можно сделать с ним запросы, петь, и просить конкуривы, и так далее. Еще есть два спектра. Первый, это так называемый Big Data. Я знаю, что в Афанде сходности она есть, и есть работа уже с этими данными, есть разные источники. Что это такое? Это большой объем данных, он количественный, он основан на либо на 600-х операторах, либо на банковских транзакциях. Эти данные на самом деле очень много говорят. Это нужно глубоко, на самом деле, анализировать, но отсюда мы можем сделать выводы, о том, откуда люди приезжают, сколько денег оставляют, на что они оставляют, в каких точках, больше всего они оставляют людей, и так далее. Еще один способ узнать, это исследование рыбка, то есть можно посмотреть какие-то аналитические статьи о регионе в целом, какие-то отчетные данные, которые регион, безусловно, собирает в сфере юбизма, и не только в сфере юбизма, здесь и социальный аспект нам важен, и предпринимательский аспект нам важен. Это можно сделать за счет еще исследования общей аналитики, например, каких-то объектов, в каких-то проектировались, в какие люди, например, посещают определенные объекты. То есть это можно, это открытая информация, ее можно посмотреть в исследованиях, и здесь найти довольно много всего. Сам, но, как бы, на наш взгляд, сам, конечно, результативный, в туалет-губинный интервью, это когда вы садитесь друг на против друга, и задаете определенному виду вопросы, позволяя себе, и человеку, как бы, открыться и достаточно глубоко посмотреть на ту территорию и на те вопросы, которые мы обсуждаем. Что здесь важно? Первое, это, я уверена, что все, кто будет проводить, это знают, это я поручила знакомых. Очень важно задавать открытые вопросы. Как вы думаете, что вы думаете, не давать ответы, не давать пьянтов, потому что нам нужно инсайд, нам нужно, чтобы человек достал какую-то классную, глубокую идею сюда. Второе, если человеку сложно что-то объяснить, можно просить его рассказать на пример. Это очень здорово работает. Важно еще, когда мы спрашиваем о будущем, мы же спрашиваем, в общем-то, о будущем, о том, как человек может, будет в будущем пользоваться нашим объектом, но нам нужно спросить о том, как вы были в таких парках уже, например, в каких, приведите в результаты. И дальше его спросить о любом опыте, а как вы в этом парке что-то такое важно, что вы оттуда вы думаете, а как вы там перемещались, а как вы там лели, а как вы... И человек, рассказывая прошлом о чем-то конкретном, это общая вещь, а сложная связь. Но опираясь на свое прошлое, он выказан очень-очень много идти. Важно еще момент говорить об этом человеке, не о том, что мы ему предлагали, смотри, как вы придумали этот классный парк, а вы его купите, а что вы там делаете, человеку вы сложен не при прочих парках. Но, если мы будем говорить о нем, о его опыте, ну, тот же самый пример, а вот вы, когда были в этот парк, как вам было, что вам понравилось, что вы использовали, что не использовали, где вы удобны, где не удобны. То есть говорить о нем, тогда человек открывается и всем приятно, когда они говорят. Поэтому это очень хороший инструмент. Ну, и здесь еще есть момент, про сложные вопросы, это правда важно, потому что это та тема, те темы, которые мы пытаемся следить, они действительно правы глубокие. Стория про эдентичность, история про их опыты, история про эмоции, это правда, но не просто, поэтому надо, на самом деле, не стесняться задавать сложные вопросы, но важный, ну, технический момент, что не всегда человеку просто сходу ответить, поэтому обязательно заложите время на интервью, чтобы у вас было его достаточно. Как можно выглядеть описание целевого титона и что такое сегментация? Из большого объема данных, которые вы получите от тех людей, которые уже приехали, будут несколько дипожей, и очень важно их выделить, потому что это люди, которым нужно разное, и все эти разные люди могут быть туристами одной территории. Здесь вот приведем пример нашего любимого города Ночегородска в Мурманской области, который, собственно говоря, мы за год вывели в тот пять туристических локаций. И здесь есть представлен сегментации, что такое сегментация? Это тип людей, которые уже на территории есть, они там что-то делают, нам это было важно. Почему? Потому что дальше мы искали способ сделать сегменты больше, выбрать самые те, которые имеют смысл расширять, вкладываться в которые, которые не имеют смысл вкладываться. Почему? Потому что, например, у нас могут быть, вот, например, у нас есть там деловые туристы, да, это люди, которые приезжают в командировки. Но получается так, что нам, например, можно им предложить какие-то... Но там был такой момент, что мы узнали, как они живут на этой территории, когда приезжают, и поняли, что добавить им каких-то мероприятий невозможно, потому что или график только плотный, и они живут в определенном месте, и едят в определенном месте. В общем-то, их жизнь, когда они приезжают в командировку, она определена на одну компанию. И нам в это строится сложно, поэтому делать ставку на эту аудиторию абсолютно бесполезно. Но при этом у нас, например, есть люди, которые приезжают на спортивные мероприятия. И здесь, и они действительно занимают их много, они, например, занимают большие площади, но у них есть потребности в Британии, и на самом деле это услуги, как оказалось, когда мы через интервью это выяснили. И здесь можно, что мы можем даже делать? Мы можем, чтобы их делать больше, завести как можно больше организаций на территории, для того, чтобы люди сюда приезжали, если у нас больше, предложили какие-то допуслуги, и денег они оставляли больше. Задача, такая задача понять, какие потребности у каждой аудитории, но прежде всего можно, то есть есть такая схемка, чтобы понять, кто они, здесь мы видим все то же самое. Теперь есть самый главный принцип сегментации туристов, это зачем они едут, для чего они переезжают на эту территорию. Можно сегментировать по-разному, можно по возрасту, можно, как утром они приехали, можно по, я не знаю, по полу, по семейному положению, то это для туризма это бесполезно. Для туризма самое главное зачем, что они приехали покупать, зачем они приехали, зачем здесь иногда раздельно написать, потому что от этого будет определяться их, собственно, пользовательский путь и то, что мы можем им на территории создать. Так вот, мы отписываем, сколько их, сколько их человек, опять-таки, и дальше понимаем, можем мы масштабировать. Много ли спортсменов, много-много ли командировок, но на самом деле не так много, поэтому с точки зрения выгод территории, одни ребят более перспективны, другие не менее перспективны. Поскольку ресурс у нас всегда ограничен, нам нужно выделить только тех, кто будет наиболее полезен для туристов на этой территории. И после того, как мы проверили те вопросы, мы делали такую обычную практичку, это потребность. Почему и как это работает? У каждой аудитории, когда мы проводим их вопросы, глубокие, на самом деле не глубинном интервью, это проще всего вытащить, мы спрашиваем, что им понравилось, а что им не хватило. и здесь, я не знаю, видно ли вам, если присмотреться к этому слайду, можно увидеть, что люди вам напрямую будут говорить, что им нужно. Например, спортсменам нужен просто, потому что в городе его нет. А еще им нужно оборудованное набережное для пробежек. А еще им нужно, например, выделенная зона для подготовки снижения на тех объектах, на которых они уже в частных мероприятиях проводят. И они, например, нам сказали, что нам нужно, у нас есть примерно полдня, и мы готовы были бы по городу не пройтись, но экскурсий нет. И для нас, по факту, для проектировщиков, это уже физическое задание. То есть они сами говорят, ребята, нам нужны экскурсии, нам место для пробежек, нам нужно кафе, нам нужен хостер. Нам все понятно, нам не нужно придумывать какого-то сферического коня-вакуума, и если мы помним самое-самое начало нашего разговора о том, что наша задача секрет успеха только в том, чтобы попасть в потребность. И если мы в нее попадем, то продавать будет очень просто. Как это работает? Будет работать? Мы вот этих всех гиграций актировали, поняли, что спортсмен будут ехать, предположим, переобороты продавали хостел, сделали площадку и разработали экскурсии. Почему продвижение важно, почему, если мы занимаемся продвижением тоже, думаем о нем в самом начале, мы можем очень быстро территорию раскрутить, потому что мы дальше и нереально так сделали, неестественно, мы бы всем этим ребятам сославили миссии, и сказали, ребят, смотрите, вы хотели экскурсии, зоны, где подготовки на решении хостел, мы все это составляем, приезжайте к нам проводить свои мероприятия, работает вот так, то есть, вы попросили, мы сделали, все, состоялась продажа, да, не нужно быть позиционированным стояным, просто очень четкая ответ на те потребности, которые каждый конкретный сегмент здесь нам сформулировал, тогда все работает очень много сделан. Классный метод, классный способ делать, особенность пространства, когда мы работаем, мы взяли этот метод, конечно же, из программирования, из юридизайна так называемого, то есть, когда мы с вами пользовались всякими разными сервисами, на самом деле, я уверена, что каждый из вас отмечал, что каждый надхак не подумает, сколько инклюзивное пользоваться, мы нам все поняли, куда кликнуть, куда идти, почему, потому что есть специальные люди, которые подумали, как мы будем идти и простроили для нас это очень удобно и аккуратно, мы тоже сами делали с туринскими, каждая дно на каждой территории мы работали. Что это такое? Это путь, мы туринь, и мы взяли определенный сегмент, именно туров, и дальше в интервью рассказили, что мы делали выбор некой средней, генетической сегменты его карты мы положили конкретный город в нашем службе и отметили, что человек в каком-нибудь сега драться здесь вот столько людей например, в гостиницу сервиса потом он идет на товаре и приходит сюда и ставит здесь сколько-то денег и дальше мы прикрысываем такие карты там три слоя что он делает сколько он оставляет и доволен или нет это очень важно потому что если там где он недоволен вот вы здесь наверное видите есть ребята которые с красными мордочками и в знаках вопрос это такие пропуски его пути его нет он бы готов был бы и заплатить и время провести но делать нечего в городе и тогда для нас как проектировщиков эта задача придумать здесь не знаю какой-то сервис или экскурсию или поставить Америку или прокат лодок или в общем что-то или что-то там из объектов поставить для того чтобы его пользовательский путь стал более собранным более информным и более дорогим потому что задача все равно у нас это локальная экономика и каждая точечка пропущенная это потенциальная ниша для местного предпринимателя который мог бы ее закрыть и зарабатывать за денежку поэтому это такой прикольный инструмент через который куда мы кладем все становится понятно какой способ получить техническое задание тех людей которые на территории уже приезжали итак возвращаясь как работает стиле аудитории немножко обобщила здесь инструменты про которые уже проговорили первые опросы анкеты с параметры которые можно собрать в большом объеме второе это очень много договоров с теми кто уже здесь будет кто может в потенциале может приехать и важный момент это мотивация зачем они что хотят получить на территории еще очень большой кладезь информации это те люди которые уже с туристами работают это и сотрудники гостиницы это гиды все эти люди пропустили из себя сотни уиктов и очень хорошо про них знают кто они и они думают что они делают анализ проекта если мы смотрим на события которые на территории происходят или на туры которые уже подойдутся мы по этому можем сказать зачем люди приезжают и кто приезжает пообщаться с администраторами или с администраторами похожих парков в России спросить кто к вам приезжает что их матирирует за что они платят и так далее последнее это обобщение как пользовательского пути ее можно делать потенциальную на территории в которой пока ничего нет либо делать например пользовательский курс в регионе тогда мы будем понимать что людям в регионе которые уже приезжают ничего не хватает наш парк может отвечать этим потребностям вот такая история если совсем коротко у меня наверное все я готова ответить на ваши вопросы очень много информации меня слышны? да 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 знаете пока вы говорили на такой вопрос если не делалась экопилизм например у нас просто этот опыт у нас человек приезжает и он не ждет там ни каких сервисов ничего такого не хватит Вы можете сказать, что на что является? Здесь у нас не будет только метод, может быть, вы и бренды, и то ли? Как вы это относитесь? В данном случае маршрут тоже играет в продукт. Это мой предпродукт и самостоятельный продукт. Там же будет саморожный шторм. Он просто пришел и куда-то пошел. Это очень здорово. Но почему я так буду просить за монетизацию? Потому что у маршрута есть хозяин. Всегда. Ну да, это кто-то. Кто этот маршрут создал? Кто будет его поддерживать? Поддерживает именно структуру, которая так или иначе должна быть правильной. Там должны быть мосточки, таблички, указатели и так далее. У этого всего есть какой-то хозяин. Классно, конечно. Если это хозяин, то благотворительно все это выстраивает. Но это, на мой взгляд, это не очень правильно. И у этого хозяина деньги в любой момент деньги могут закончиться, их может не быть. И тогда наша инфраструктура, она будет, качество ее будет падать, она будет становиться менее привлекательно. Поэтому можно придумать некую точку монетизации. Но можно продавать доступ в этот маршрут, можно продавать автургиды, еще что-то, еще что-то, что будет содержать, опять же, эту же саму кругу. И это важно для нас, потому что инфраструктура должна быть хозяина. Реально не будет, так или иначе, платить свою инфраструктуру, политизацию. Но маршрут, безусловно, это платить пол. Даже если люди из одного пока не платят, но это будет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Это наша. Сейчас будет. С� environmentally.